Что наша церковь, Бог благословила таким прекрасным проектом, помощи нуждающимся через возможность зайти, принести Слово Божие через вот эти подарки, которые продукты питания. И получилось так, что сегодня вот особенно зашли к людям, к Андрею, которому удалили обе ноги. Парень, конечно, ну, знаете, сильно болит, очень болит, особенно кости. Но что интересно, начали говорить ему о Господе, свидетельствовать, смотрим. Но он уже как бы подготовлен, он готов, в общем-то, уже такое. Я благодарю Бога, что Бог, помимо всего, там людей много, вот мы многим помогаем, но не все открываются, не все открываются, не все готовы только получить, и все. Но я так понимаю, что даже ради одного человека, мне кажется, одного спасенного, Бог может и такое есть. И это проект делает. Но я верю, что будет и больше. Значит, нужна вот с чем. Если у вас, друзья, есть кто-то знакомых, кто-то, особенно, метапелли, есть кто-то знакомые, те, кто, ну, вы видите их, вы видите, что на самом деле и нуждаются, вы видите, что они страдают, вы не следят и говорите, вот здесь вот, Инна, Олег, там, просто рассматривать будем и помогать таким людям. Почему? Ну, вы в курсе, наверное, тот человек ценит, кто именно нуждается, он это ценит, подарок. Для него это эта ценность. Уже мы сколько вот нескольким, сейчас помогаем многим, для них это, вот, продукты питания, для них это как манна небес. Он говорит, спасибо, что вы принесли это вовремя, вовремя. Так что, если у вас какая-то есть какая-то информация, поделитесь, нам это будет очень, ну, лучше, предметно, так сказать, подходить к таким людям. Ну, и сейчас это, ну, и просто, вот, это самое, предложение, молиться. Молиться за это. Информация о нуждающихся. О нуждающихся, да. О нуждающихся много, другое дело, что, понимаете, нуждающихся много, ну, кто-то закрыт, а кто-то, вот, допустим, как бы, ну, 10%. Да, 10%. 10%. Так что... А ты расскажи про Дору, да, которая тебе теперь будет помогать. А, кто-то общая, конечно. Если вопросы есть какие-то по биток-люми, мы познакомились с женщиной, которая 28 лет проработала биток-люми, и которая говорит, готова вам... Мы здесь столько не живем, когда биток-люми. Так, подождите, это только начало. Там смотришь, там, где-то смотришь, там, Бог как-то так и будет распространять. И самое главное, что люди-то больше и больше о нас знают, больше видят, что на самом деле это христиане, которые на самом деле помогают. Они же, на самом деле, ничего не требуют. Как вот, Наташа, а что я должна? Это сколько я там должна и что там у нас, а? Так что, друзья... Толик, вы жрядки там не берете. Максимум, как на поле чудес, там, для наса дороги. Можно вам халат из Казахстана? Я прошу на пару минут слово немножко, ну, как бы, созвучное с проповедью. Ну, там где три часа, а там уже и четыре. Завтра шаба. Ежегодно в октябре во всем мире отмечают месяц благодарности пасторам. Ого, я не знал, что вы как-нибудь празднуете. Месяц целый. В Украине день пастора будут праздновать 11 октября. 1 Тимофей 5.17. Павел начал концепцию благодарности духовенству, когда заявил, что старейшины церкви достойны двойной почести. Он повторил эту идею первой фессалоникийцам. Уважайте работающих вас, ваших и ваших, господи, представителей. Тут перевод мне очень, конечно. А что б я делал, а, без чёщей такой, а? И обучающих вас, и почитать их преимущественно за их труд. Эта идея благодарности священнослужителям в 92-м, в 94-м году Американская крестьянская организация «Фокус на семью» начала продвигать месяц честования служителей. Из месяца благодарности за служителей выросла идея выделить один конкретный день, чтобы поощрить верующих, демонстрировать свою благодарность священнослужителям. Этот день стал известен как день благодарности пасторам. В разных странах день пастора отмечается каждое второе воскресенье октября, то есть каждое второе служение. Инициаторы отмечают, что священнослужители служат круглосуточно, и благодарность им может стать вдохновением, а также уберечь от разочарований и эмоционального выгорания. Быть пастором непросто. Это считается одной из самых напряженных работ. И сообщается, что почти 20 тысяч пасторов ежегодно оставляют служение. Неизвестность 2021 года делает планирование вашего бюджета страшным. Неизвестно, какими дальше будут посещаемость, пожертвования и события. Поэтому во время этого периода благодарности пасторов в этом году нам нужно обязательно показать пасторам, что мы действительно заботимся о них и их семьях. Пасторы работают чрезвычайно настойчиво, и выражение благодарности членов церкви для них является настоящим благословением. В этот день члены церкви могут поблагодарить, поздравить своих пасторов, поблагодарить их за служение, подарить подарки. Организаторы даже разработали специальный буклет, где собрали 50 идей, как выразить уважение к своему пастору. Это вот я... Сейчас поздно до нас дошла такая информация. Да, сегодня только напечатали, во-первых. Во-вторых, сейчас как раз второе служение месяца. Я уже не благодарности сколько живу. Ну, я что хочу сказать? Что я хочу сказать в связи с этим сообщением? Что работу пасторов Лега Инна я вижу изнутри, так как мы в одной семье находимся. Действительно, эта работа круглосуточная. Действительно, мы даже у сыночка сегодня вспоминали, сколько людей прошло через нашу общину. То, что говорил Олег, скольким людям делали добро, сколько было в ответ неблагодарности, какой-то клеветы, какой-то неискренности, и лукавства, и сплетен, и всяких негативных вещей, которые просто бьют, понимаете, это духовные вещи. Даже если за спиной, если где-то там какие-то сплетни, какие-то наговоры, какие-то непонимания, это все в духовном мире происходит, и это все отражается. Ну, просто люди даже сон теряют, и морально убивают. И тогда это, понимаете, человеческая неблагодарность. Как это? И вы знаете, вы многих уже знаете, кто у нас был. И за все хорошее, как сказал Олег, ничего плохого не было. Ни слова не было плохого. Ни действия, кроме благословений, кроме помощи, возили, переводили в банки, там, в беток Леуми, в больничные кассы, устраивали все дела, ни спасибо не сказали, ничего, и только еще не... Понимаете, в чем дело? Люди все разные, правильно Олег сказал, что мы все несовершенные. И вместо того, чтобы самому человеку изменяться, он хочет изменить пастора, хочет изменить церковь, это не так, это не так, пастор не так сказал, не так посмотрел, служение не такое, не такое. И человек, вместо того, чтобы самому меняться, он предпочитает, он хочет, чтобы все вокруг него менялось. И если это не получается, то он это все поливает грязью, и поворачивается, и уходит. Ну, знаете, слава Богу за тех, кто здесь с нами. Слава Богу. И я просто хочу призвать вас, во-первых, молиться за пасторов, потому что в Слове Божьем написано, поражу пастора и рассеяться овцы. Вот вы понимаете сами, да, что сейчас помолиться я хочу. И просто постоянно, чтобы вы молились, поддерживать руки пастора, как в Библии написано, как Ора и Арон поддерживали руки Моисея. Это очень важно. Очень важно, чтобы у нас была команда единомышленников, чтобы мы не искали каждый своего, вот действительно в едином духе двигались, вот к тем целям, куда нас призывает Господь. Вот, чтобы мы взрослели, что ли, понимаете, чтобы мы поднимались вот над какими-то личными амбициями, чтобы мы видели, чтобы у нас было небесное видение цели Божьей, чтобы мы их исполняли. Вот, и просто я призываю сейчас помолиться за наших пасторов, поддержать их нашими молитвами. Давайте, ну, иди за мной. Я подиграю. Нет, иди, мы будем молиться. Братья, помолитесь, давайте. Мы стояли, теперь Ваша очередь стоит. Братья призвали встать. Братья подорвались и встали. Отец, мы благодарим Тебя за наших пасторов, Господь. Благодарим за благость Твою и милость, которую Ты явил в их жизни и призвал их в свой чудный свет, доверил им это служение, Господь, и вложил в них дары и таланты, которые не служат народу Твоим, ну, детям Твоим. Мы благодарим Тебя за ту любовь, которую Ты вложил в их сердца, за то желание делать добро и помогать другим людям, которыми они служат Тебе. Отец, мы благословляем их и просим, чтобы Ты наполнил их еще больше Твоей любовью, чтобы Твоя милость еще сильнее хранила их еще больше, защищала их от всякого зла, которое восстает на них. Мы просим, чтобы Ты уберег их от беспорядочных и лукавых людей, Господь, ибо не во всех вера. Мы просим, Господь, чтобы Ты хранил их и защищал на всех путях, которыми Ты поведешь их. Боже, пусть распространи пределы их, Господь, и пусть рука Твоя будет над ними, чтобы они не горевали, Господь. Мы просто благодарим Тебя за все, что они делают. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты с ними, за то, что Ты держишь их в руке своей, и они всегда идут Твоими путями. Благослови их, Отец. Благослови их, Господь, как Ты благословил Авраама. Дай им, Господь, всего, что они не пожелают, потому что велика милость Твоя, Отец. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. И не стесняйтесь выражать...